библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет мы продолжаем с вами читать книгу тавита напомню что было в прошлых главах тавия вместе с ангелом рафаилом и с женою тавии сары возвращаются дом отца тавита исцеляют его с помощью желчи от рыбы и вот настало время расплатиться с ангелом и отпустить его и вот об этом и как раз рассказывает 12 глава ну давайте ее читать естественно с комментариями и призвал тавит сына свое тави и сказал ему приготовь сын мой плату человеку к который ходил с тобой ему надо на еще прибавить он отвечал отец мой я не буду в убытке если отдам ему половину всего что принес потому что он привел меня тебе здоровым и жену мою врачевал и серебро мое принес и тебе также и тебя также и стелил старец сказал так и следует ему и призвав ангела и сказал ему возьми половину всего что мы при не вы принесли иди с миром а сколько они принесли они принесли достаточно много там разговор шел о 10 талантов серебра ну талант размер разный от 20 килограмм до 40 килограмм если это половина то это пять талантов можно посчитать сколько это какая-то сумма и вот да еще рагуил отец сары отдал часть своего имения то есть еще возможно там еще можно было получить то есть сумму который мог получить ангел было достаточно большой но что происходит дальше тогда отозвав их обоев ангел сказал сказал им благословляйте бога прославляйте его призывается признавать величие его исповедить перед всеми живущими что он сделал для вас здесь понятно единственное раз слова ну и может быть не только в этом отрывке но и в других местах когда мы читаем благословляйте бога как можно благословить бога ну понятно мы православные христиане мы знаем что такое благословение когда мы подходим к священнику и просим благословения ну и как бы мы понимаем вот есть тот кто имеет власть благословлять кому дано это право ну и тем самым он выше нас и он нас благословляет понятно что не сам призывая силу божию на то что мы собираемся сделать но как мы люди можем благословить бога и здесь в данном случае хотя используют то же самое слово что и благословение людей одного человека другим человеком однако немножечко другое вкладывается что это прославлять прославлять говорить благое слово о боге и к богу то есть благословляйте бога это прославлять хвалить бога говорить о боге о чем идут дальше синонимы в этом в этом отрывке что важно и что интересно ангел пока он еще не открылся что это ангел хотя мы это знаем он говорит что исповедуйте пред всеми живущими его величие его силу его славу перед кем вот понятно перед евреями но также мы можем сказать что здесь призыв говорить об истинном боге и язычникам священное писание ветхого завета не призывает евреев заниматься миссии это не и задача эта задача уже нового завета евреи должны просто исполнять закон божий жить в соответствии с волей божией и тем самым показывать веру в истинного бога и если кто-то увидит эту веру то они могут прийти и тоже стать иудеями но вот здесь уже есть намеки на миссию что нужно рассказывать нужно благовествовать пока только ближним не надо куда-то идти в дальние страны но все-таки уже нужно проповедовать истинного бога и в этом конечно подготовка к тому что апостолы да и все верующие пойдут благоествовать о христе вот о чем надо говорить о том что он сделал для вас те добрые дела который бог которыми бог благословил верующих доброе дело благословлять бога превозносить имя его и благовейно проповедовать о делах божих и вы ленитесь прославлять его здесь снова призывается благословлять бога то есть говорить о нем произносить имя его вот что имеется ввиду превозносить о превознесении имени его это чисто библейская такая форма ну или даже такая скорее точнее восточная форма которая описана в библии есть носитель имени есть его имя и чтобы еще больше превознести бога либо человека потому что бывает и о человеке так сказано нужно или так говорится о том что нужно прославлять его имя тем самым еще больше его превозносить проповедь прославления тайну цареву прилично хранить о делах божих объявлять похвально что такое тайна царева значит когда царь собирает своих советников и беседует с ними то вот то что они там поговорили или что происходило во дворце об этом надо молчать вышел там чиновник он исполняет царскую волю но вот что там было внутри об этом тишина это тайна то что фигура царя она должна быть такой возвышенной и даже тайны а вот когда говорится о делах божьих то есть бог действует жизни каждого человека вот об этом надо говорить об этом не надо стесняться и такой вопрос который мы иногда стесняемся ответить а что бог сделали лично для тебя вот если ты верующий что в твоей жизни свидетельствует о твоей вере как бог действует в твоей жизни в жизни кого-то не где-то далеко а вот лично моей жизни и это свидетельство ну о нем надо говорить понятно что надо сохранять скромность и не представляет что вот сколько метам даров или благословений но все таки не стоит скрывать о том что действительно бог действует иначе у людей может сложиться представление о том что ну и и и и вот ты верующий и и что и как бог проявляется в твоей жизни как бог твоей жизни как бог у тебя поэтому если о чем-то можно скрывать то о делах божьих нужно говорить и это дело похвальное делайте добро и зло не постигнет вас дальше идут наставления которые очень похожи на книгу притчи достаточно все просто делай добро и у вас не будет зла конечно мы можем сказать что ну ведь и так не бывает человек делает добро живет как верующий молится там поститься ходит в храм творит добрые дела и у него какие-то несчастья болезни скорби там потери работы или мало денег или еще что то ну и как же так но давайте мы рассмотрим это даже вот даже на уровне ветхого завета вот или даже на уровне не даже не ветхого завета а этой книги вот тавит он жил благочестиво и вдруг он заболел и потерял возможность зарабатывать да и более того даже творить добрые дела и вот это зло хотя рада этого он был добрым и творил добро но мы читаем эту книгу видим что его добродетель которая была до болезни его смирение его кротость во время болезни она привела к тому что он исцелился книга тавита не говорит о посмертной награде человека потому что это ветхий завет только в новом завете мы можем говорить о вот той награде который будет после смерти и вот здесь мы можем найти ответ да человек может быть благочестивым и быть не очень успешным с точки зрения мира но награда все равно будет все равно его зло не постигнет читаем дальше доброе дело молитва с постом и милостью и справедливостью значит лучше малость и справедливость нежели многое с неправдой лучше творить милостыню нежели собирать золото значит здесь и дальше ну достаточно много говорится о милостыне ну и милостыне молитвы по посте значит вот это тот соединение молитва и пост она начинает встречаться уже в ветхом завете но в новом завете но раскрывается полностью то есть пост в данном случае это конечно аскетические упражнения и а не просто диета ограничение в пище хотя конечно но в тоже включает эти диетарные правила что можно есть чего не есть нельзя или вообще не есть но в данном случае это соединение молитвы с аскетическими упражнения пост и молитва не просто помолились на еще и какие-то статические аскетические деяния далее также молитва чтобы она была действенной она должна соединяться с добрыми делами в данном случае это милостыне и справедливость здесь акцент действительно делается на милостыне хотя нельзя говорить что только милостыне что в других местах священного писания говорится других добрых делах которые должен совершать человек чтобы его молитва была услышана богом почему почему нужна молитва почему нужно милостыня броня почему к молитве нужно милостыня ну и добрые дела как мы можем показать свою веру говорить что мы верующие люди ну можем говорить но по-настоящему свою веру мы можем показать только через дела наши дела свидетельствует о нашей вере если нет дел то все разговоры о вере с точки зрения библии это просто пустые разговоры яркий пример слова апостола якова бесы веруют и трепещут да бесы даже можем добавить не просто веруют они знают что бог есть но однако они не творят дела божьи несмотря на знания о боге так и здесь молитва это конечно это конечно вера но милостыня это еще и показатель этой веры мало и со справедливостью это как бы возврат к милостыне что имеется в виду есть такое искушение как как лицемерие можно молиться можно давать милостыню но при этом быть не очень хорошим не очень верующим человеком и вот автор говорит лучше дать немножечко но вот со справедливостью с искренностью с нежеланием показать себя чем собирать и давать много милостыни но при этом в другое время другом месте творить всякую неправду у нас . запятой стоит но можно поставить . лучше творить не уж ничь нежели собирать серебро человек который дает милостыню по словам священного писания дает в долг богу то есть отдав эти деньги нищему он понимает что этот нищий никогда ему эти деньги не вернет или пожертвовав на какое-то дело понимая что деньги не вернутся он как бы делает своим должником бога и бог ему вернет это вернет то что он отдал девятый стих ибо милостынь от смерти избавляет и может чищать всякий грех значит от какой смерти и как она может очищать грех понятно что если дать милостынь как бы бросить ее или дать ее так чтобы все это видели такая милостынь не спасет от телесной смерти здесь конечно говорится о телесной смерти и и не простит грех но если человек дает с верой то милостынь является показателем его вера вот не сама милостынь по себе работает а она работает в соединении с верой творящие милостынь и дела правды будут долгоденствовать значит награда которую бог обещает людям ветхом завете одна из наград ветхозаветного для ветхозаветного человека это долгоденствование то есть он проживет долго ну вот почему ну потому что о чем я и говорил что только в новом завете говорится о награде после смерти десятый стих грешники же суть враги своей жизни когда человек грешит с точки зрения ветхого завета он сокращает свою жизнь ничего хорошего в короткой жизни нет в ветхом завете поэтому и грешники это те люди которые сами себя убивают хорошо то есть здесь идут наставления а дальше дальше начинает он раскрывать кто на самом деле он сам не скроет вас ничего я сказал уже тайну царию прилично хранить о делах божьих объявляет похвально ну да мы разбирали этот отрывок когда молился ты невестка твоя сара я возносил память молитвы вашей прицвета га и когда вы похороняли мертвых я также был с тобою и когда ты не обленился встать и оставить обетствие чтобы пойти убрать мертвую твоя благотворительность не утаилась от меня но я был с тобой и ныне бог послал меня уворачивает тебе и невестку тую сару это обращение к тавиту но здесь понятно тави тоже присутствует при этом разговоре но все-таки здесь главный тавит и здесь говорится о том что ангелы помогают нам я был с тобой это что они возносят наши молитвы в данном случае тоже надо очень правильно понимать как ангелы возносят наши молитвы это означает что они вместе с нами молятся то что они доносят наши молитвы до бога но это не означает что как бы они являются к преградой между человеком и богом как будто и мы должны молиться только ангелом Только святым, а Богу не надо молиться, нет. Они вместе с нами молятся, они вместе с нами предстоят Богу, только мы предстоим на небе, а они предстоят на земле. И вот следующий 15 стих говорит о том, что я Рафаил, один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят перед славой святого. Значит, имя Рафаил означает исцеление Божие. И здесь как раз первый раз четко говорится о семи ангелах, которые стоят возле престола Божьего или предстоят перед престолом Божьим. Что здесь интересно? Число семь – это число, естественно, полноты. И в христианской традиции вот эти семь ангелов, имена которых открываются либо в канонических, либо не в канонических книгах Ветхого Завета и Нового, называются у нас архангелы, старшие ангелы. Значит, число семь – это число полноты. Один из этих ангелов приходит, и понятно, почему он приходит. Он приходит для того, чтобы исцелить. Исцелить Тавита и исцелить Сару. Хорошо. Читаем дальше. Тогда оба смутились и пали лицом на землю, потому что были в страхе. Ну, почему они пали, почему они были в страхе? Ну, понятно, что они встретились с небесным миром. Но также люди в то время обычно понимали так. Явление ангела – это явление, которое свидетельствует о скорой смерти. И поэтому это страх. Но он сказал, не бойтесь, мир будет вам. И мы читаем здесь те самые слова, которые в Новом Завете повторяются. Не бойтесь или не бойся. Это говорил ангел Захария. Этот ангел говорил эти же слова. Ангел говорил Деве Марии. Все хорошо. Мир – состояние, естественно, без войны. И спокойствие, радость, общение с Богом. Здесь вкладывается в свой мир именно это значение. Благословляйте Бога вовек. Ну, о благословении Бога мы говорили. Ибо я пришел не по своему произволению, а по воле Бога нашего, потому и благословляйте его вовек. Но здесь этот момент о том, что я пришел не по своей воле, а по воле Божьей, ну, такой очень важный. Почему? Автор подчеркивает, что ангелы и демоны, они все-таки действуют по разрешению от Бога. Вот Бог говорит ангелу, ангел поступает. И ангел послушен Богу. То есть невозможно какие-то там манипуляции ангелов или демонов помимо воли Божьей. Это на самом деле очень радостное сообщение, потому что мы можем быть уверены, что Бог нам пошлет своих ангелов, и он же защитит нас от демонов. В оседине был видим вами, но я не ел и не пил, только взором вашим представлялось это. Ну, здесь такой интересный момент. Если ангел это дух, то как он был видим? Дух же не имеет ни плоти, ни костей, то есть нету какой-то твердости. Однако мы читаем Священное Писание и знаем, что Бог, который тоже является духом, и ангелы, которые являются тоже духами, принимали видимые образы, люди и его видели. И это было не видение, это было явление. То есть, если мы говорим о видении, то видение – это то, что видит только пророк или кто-то видит. Другие не видят. Например, видение Исаия. Исаия видит Бога, сидящего на престоле, находится он в храме, и кроме него, кроме Исаия, никто его не видит. А если мы берем, например, историю явления Аврааму, то там Бога видят множество людей. Ну, как минимум, там его видит Авраам и видит Сара. Вот это Теофания. Здесь именно явление, явление ангела. И вот ангел приобретает какой-то вид, который, ну, плотный. И если бы Тавия или кто-то там коснулся бы этого ангела, то он бы почувствовал кожу, он бы почувствовал там кости. Не знаю, там, он его бы видел как человека. Это не воплощение. Воплощение только в Иисусе Христе, когда он принял человеческую плоть. Здесь именно такое явление, и вот каким-то чудесным образом ангел, ну, можно так сказать, уплотнился. Вот, но после того, как миссия, когда служение этого ангела на земле закончилось, вот это вот, это уплотнение исчезло. Конечно, как это все происходило, как это могло уплотняться, мы не сможем сказать на основании Священного Писания, этого нет. Но просто об этом говорится, что явился ангел в виде человека, и он воспринимался как человек. Но еще раз, это не воплощение. Воплощение только в Иисусе Христе. Здесь, ну, использую я такой термин, как бы уплотнение. Вот, это не богословский термин, естественно. Это просто вот попытка описать, что произошло. Он ел, но это представлялось. У Блаженного Августина есть достаточно большая беседа, которая посвящена воскресению мертвых. И вот в этой беседе он говорит, как это происходило. И он как объясняет, что вот люди едят пищу для того, чтобы поддерживать силы. А ангел, он считает, что ангел все-таки ел, то есть он клал в рот эту пищу, но эта пища ему не нужна была для поддержки сил. Поэтому, то есть, они видели, что, да, действительно, он клал пищу в рот, он жевал, он глотал, но эта пища не нужна была ему для поддержки тела, для пропитания. Такое мнение Блаженного Августина. Итак, прославляйте теперь Бога, потому что я вас хожу к пославшему меня и напишите все, совершившуюся книгу. Значит, обратите внимание, что говорит ангел, или точнее, архангел. Он призывает людей прославлять Бога. Почему? Почему не прославляется Рафаил? Рафаил прославляется в этой книге, описывается его дела, но Рафаил действует по воле Божией. Бог послал этого ангела. И поэтому надо прославлять именно того, кто послал этого ангела. Когда мы говорим о святых ангелах Божией Матери, мы не должны понимать, что они действуют сами по себе. Они действуют по воле Божией и по милости Божией. Прославляя святого, мы должны не забывать тому, кому этот святой молится и чья благодать действует через этого святого. Конечно, Бога. И встали они, и более уже не видели его, и стали рассказывать о великих чудных делах Божьих, и как явился им ангел Господень. То есть они прославили Бога, и они прославили ангела. Вот этот баланс, он сохраняется. Гармоничное богословие, так можно сказать. И Бог, и ангел прославляется. На этом заканчивается 12 глава, которая рассказывает о том, как собирались наградить ангела Рафаила, как Рафаил рассказал, как должны жить Тави и Тавид, и как Рафаил открыл, кто он. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на библейском портале Exeget. До новых встреч. Продолжение следует...